Доброе утро, друзья! Муж принёс дыню. Была треснута вот так вот. И муравьи там. Заселились сок пить. Вот эта дыня. Интересная мякоть такая, оранжевая. Но сладкая половинку. Съели. Сегодняшний урожай. Ещё ходила я комедоры оборвала. А то заболеют. Мы их уже обрабатывали. Но я их помою сегодня и протру. Потому что месяц, как я их хомом обрабатывала, гнилых нету. Фитофторных нету. И начали трескаться вот эти ещё три дыни. Вот здесь вот трещинка. Так. Вот трещинка пошла. Это они, значит, они были коричневые. А сделались оранжевые. Вон трещинки пошли. А в другой теплице вот такие вот лежат. Но трещин нет. Эти пусть дома будут. Это, похоже, ирокес сорт. Да, соответствует. Дыня ирокес. С оранжевой мякотью. Средне-раннее. Сладкое. Так оно и есть. Вот такие продольные полосы, по которым она может треснуть. И здесь тоже сегментами она. Как бы сегментами. Вот такая. Она и есть. Это она на этом боку лежала. А тут вот ее успели проточить какие-то гады. Сходила в помидорный парник. Обобрала крупные, и которые желтеют уже помидоры. Осталось там совсем мало. Я их вымыла. Я их вымыла, вытерла. Обсыхают. Потом я их буду в ящик ложить. Выключилась сама камера. Половину, говорю, обрежу. Половину на выкид. Пойдет. Муж сегодня травы надергал опять. Листья с капусты наломал. Вот. А на Антоновке у нас осталось не очень много. Два ящика. Это шесть ведер мы с нее сняли. Потом сколько упало. Ну, за эти я уже яблоки не переживаю. Их уже не так много. На Мельбе тоже там не так много. На сливе вот на этой половину, ну, больше половины червивых. Но все равно мы все сняли. Все сливы сняли. Да, уже осенью пахнет. 31 августа. Завтра 1 сентября. Надо, наверное, еще завтра будет теплый денек. А потом, наверное, снять надо вот эту тыкву и вот эту тыкву. Это тоже треснет, как дыни потрескались. Вот она. Сейчас я ее увеличу. Вот она длинная и крупная. Сегодня я снова на ежевике обрывала очень много на спелы. Вот такая крупная. прекрасная ягода. Ну, вкус я ее не понимаю. Просто сладенькая или кисло-сладенькая и все. А вот так сушу яблоки. Эта вот секция подсыхает уже. на солнышко переместила. И еще две секции там еще сушатся. Сегодня солнышко такое. А я еще яблоки муж вытащил. Уговорила его подпорки на яблони. И потрясти я его попросила. Потрес я собрала. Больше гнили, конечно. Вот. Сложила в ведро, которое более-менее. А вот она лежит здесь. Ведро стоит, вернее. и сушилку буду. А это следующую дыню разрезали ирокез. Тоже спелая, сладкая. Интересная мякоть на ней оранжевая. Тут у меня тоже груши. Яблоки обрезаю. Незаметно подкрался последний день лета. Да, пони? Зацвели уже осенние цветы. Крокусы я их зову, но это безвременники. Начинают везде прорастать тихонечко. Сегодня я что достала снизу, набрала 10-ти литровое ведро груш вот с этого дерева. Надо будет попросить завтра мужа насколько достанет без стремянки. Настолько пусть оборвет хотя бы крупные. Они уже начали желтеть иначе их попортят птицы, осы, мухи. Ну, а верхние сами свалятся. Хотя бы вот до середины ствола. Думала штучек 10 сорву, а однако набрала целое ведро. Ты ко мне опять, ты ко мне опять. Ну, давай, залезай. Залезай. Ой, ой, ой. Ой. Ну, это что же делается? Да, как же так? Мама села, а я нету, да? Да, конечно. Помидоры оборвала, помыла, посушила, сложила в ящичек. Осталось там совсем немножко. Нам, в принципе, они и не нужны больше. Ну, немножечко пусть, до холодов. Завтра еще один теплый день, а потом вроде бы как с дождями. Дожди-то нам и не очень нужны. Хотела я вот этот флокс дромонда семена собрать. Подошла, посмотрела, а все эти коробочки раскрылись. Некоторые только еще набрали свои коробочки. И как там собирать? Выспались они все, все пропадут. Но ничего страшного купим. Нежненький, красивенький. Да, думаешь, это я тебе так говорю, лезешь мне в нос? Ты тоже нежненький, красивенький. Да. солнышко уже закатывается за сарай. Земля сухая, но она сейчас и особенно и не нужна мокрая. Поливать нечего уже. Бочки можно выливать, оставить одну бочку. только для сапог, для ног в бедра там налить. Ну, для хозяйства. Да, котик. Вася подкралась, да. День выдался хороший, теплый. почти 26 было днем. Так, котик, ну, все-таки ты пошел, насиделся. Кур я уже закрываю без двери с сеткой, не снимаю, а просто их закрываю основной дверью, а леток лаз пока еще сеткой закрываем. Им уже не жарко. Самые большие ночью 12, ну, иногда 14, вот эти, когда днем 27, и то вряд ли. до 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 Субтитры сделал DimaTorzok